Привет! Вы на канале с обзором книг платформы Литмаркет. И сегодня я почти на финишной прямой со своим маленьким марафоном рассказов. И я припасла для этого дня кое-что очень интересное. Ну что, поехали? Да, я в курсе. Это не рассказ, это стихи. Но они так со мной заигрывали. Просто смотрели на меня, эта обложка смотрела на меня и такая, прочитай меня. Я хочу, чтобы ты прочитала меня. Ну и от такого соблазнения было очень сложно удержаться. Поэтому я решила, что стоит. И стоит это сделать на камеру. Я думаю, что в этот раз наверняка обойдется без каких-либо безумных теорий, потому что все мы плюс-минус знаем историю Садко. Плюс-минус. Ну и да, ссылка на стихи будет внизу. Ну что, погнали? Рассказчик. Лет назад этак стыщу, когда воздух был намного чище. Вода мокрее, а трава зеленее. В славном городе, в великом Новгороде, жил-то был Садко-гусляр. Самородок – редкий дар. Развлекал купцов богатых. Жил, но скромный гонорар. Много пел и много ел, но за Русь душой болел. Понимал, что без прогресса будет полный беспредел. У купцов товаров тьма. Только Бог не дал ума. Под завязку забиты и подвалы, и дома. Им бы строить корабли, да чужой доплыть земли. Там и торг вести б сумели, и прославиться б могли. А не то беда придет, иноземец приплывет, подчинить себе и нравы, и товарооборот. Боже, как мне нравится читать такие стихи. Ну, как бы да, каждый день мы делаем открытия. Иногда себе. Садко. Толку что от чужаков? Знаем мы с покон веков. Их заморские хот-доги хуже русских пирогов. Тут я, конечно, с мужиком согласна. Ну, как бы, хот-дог можно съесть, когда совсем проголодался. Но... Если выбирать между хот-догом и пирожком, там, с капустой, с грибами, с мясом, с картошкой... Кошмар, я проголодалась. Нет, я вроде недавно поела, но так, чтобы меня... В общем, хот-дог и пирожки или пироги, ну, как бы... Тут даже выбор не стоит. Но за неимением пирогов, да, иногда приходится забирать хот-доги. Печалька. Перед нами сто дорог. Север, запад, юг, восток. Не хотите по-простому, но хотя бы давайте в долг. Рассказчик. А купцы ему в ответ. Первый купец. Вон отсюда, денег нет. В общем, как всегда. Второй купец. Помни, дурин, кто ты есть, и в политику не лезь. Хе. Рассказчик. Но Садко не уступал и в немилость к ним попал. На пиры и на банкеты третий день никто не звал. Месяц выставил рожок. Идет Садко на бережок. На гуслях играет. Тоску изливает. Садко наигрывает печальную мелодию. Рядом с ним от песни той. Волны плещут под луной. В глубине прозрачных вод. Рыбы водят хоровод. Да ночная мошкара. Донимает гусляра. Чтоб не вздумал прохлаждаться здесь до самого утра. Только вдруг такое дело. В озере вода вскипела. Тень со дна. Все ближе, ближе. Садко. Святый Боже, что я вижу! Извините, не удержалась. Рассказчик. Свети призрачной луны поднялась из глубины. Не дивиться. Загляденье. Хороша, как наваждение. Поступ плавно и легка. Взгляд задумчивый слегка. И одежду украшают дорогие жемчуга. Царевна. Я гадаю, что за птица до сих пор еще не спится? Кто глухой ночной порой нарушает мой покой? Садко. От печали я вполне повредиться мог в уме. Игрива. Кто ты, милая красотка? Не мерещишься ли мне? Царевна. Не заигрывай со мной. Мой отец сам царь морской. Я же, стало быть, царевна. Эй, гусляр, да что с тобой? Садко. Ох, и здесь не угодил. Разве что моя вина? Разве что моя вина? Что уж я не вытворял и грозил и умолял. Все как мертвому припарка. Только время зря терял. Царевна. Но ставешать не спеши. Все подробно изложи. Откровенная беседа. Облегчение для души. Рассказчик. Тут смутился наш герой. Начал спорить сам с собой. В одночасье завязался в голове кулачный бой. Я б на это посмотрела. Хотя, как бы у меня сам иногда такое бывает. Ну, не так, что прям кулачный. Ну, как бы... Спор идет нешуточный. Справа ангел белокрылый, симпатичный, добрый, милый. Слева демон, злоприспешник. Плук, обманщик и насмешник. Демон. Что, расселся, дуралей? Делай ноги поскорей. Для чего, скажи, на милость распинаться перед ней? Боже, как мне нравится этот стиль изложения. Охренеть, я сама в шоке. Давно такого удовольствия не получала. Надо будет потом, пожалуй, Филатова почитать. Ну, так, для удовольствия. Нет уж, Дудки, так негоже. Вдруг она нам чем поможет? Демон. Ты собрался, идиот, перед ней держать отчет? Перед энтою? Креветкой, что на дне морском живет? Ага, креветка. Обозвать царевну креветкой, да, это, конечно, круто. Царевна креветка. Мне просто нечего сказать больше. Ангел. Ты язык-то прикуси и над духом не гнуси. Вечно ты такое ляпнешь, хоть святых всех выноси. Потому-то от ворот нам и дали поворот. А могло бы быть иначе. И совсем наоборот. Демон. Кто же с девкой обормот, о позоре речь ведет? Да она ж пошлет подальше или со смеху помрет. А демон-то как бы знает толк в унижении, судя по всему. Ангел. А такой услышит смех, не обида, а успех. Помнишь тот визит к боярам? Рассказать о нем не грех. Рассказчик. Было так. Садко бояре на роскошный пир позвали. Он сперва всех веселил. После слова попросил. Агитацию устроил, про мечту свою твердил. Мол, пора менять уклады и ладьи бы строить надо. До товара везти отсель, аж за три девять земель. Сам поход хотел возглавить, рус родимую прославить. И прибыток обещал. Только дайте капитал. Приводил им аргументы. Скользкие, замял моменты. Но едва лишь замолчал, громкий хохот услыхал. Не стерпел садко обиду. И такую песню выдал. На перу, мол, все вы шумны, а на деле скуда умны. Тут бояре осерчали, гусляра за шеи прогнали. А за место медиков надавали тумаков. Да, жалко, конечно, парню. Сложно продвигать идеи в массы. Особенно, когда эти массы не хотят слушать. Демон. Вот забава, вот потеха. Чуть не помер я от смеха. Ангел. Если б ты тогда не встрял, мог бы быть другой финал. Под твоим же руководством вышел форменный скандал. Демон. Лучше расскажи, балбес, как потом ты в платье влез. И девицей притворился. Обхитрить бояр пытался. Рассказчик. Да, случилось оплошать. Стыдно даже вспоминать. Снял садко мужской кафтан. Влез в девичий сарафан. Русу косу прицепил. Серьги где-то раздобыл. И к боярам вновь явился. Нарядиться нарядился. Только главное забыл. Бороды себе не сбрел. Как бы, да, там есть этот фильм про цирк уродцев. Не помню, позапрошлого или девятнадцатого года. Короче, в общем, не так давно снят. С этим вылетело из головы, как актера зовут. Ну, тот, который Росомаху играет. Я найду, оставлю как бы на экране. Ну, и вот там тоже была бородатая женщина. Там немножечко была другая история. Что в реальной жизни, что в самом фильме. Но тут, конечно, да. Я представляю эту картину. Здравствуйте, уважаемые бояре. Не удержалась. Ох, бояре веселились. Мёдом чуть не подавились. Гусляжи молодца. В лужу скинули с крыльца. Не везёт бедному садку. Ой, не везёт. Ангел. Ну, и кто из нас дурной? В том провале ты виной. Демон. У тебя один расклад. Только я и виноват. Сам поди и не заметил, что наружу компромат. Ангел. Ничего. Потом побрился. Демон. Только снова обломился. Нет, вначале гладко шло. Я уж думал, повезло. Все бояре рты раскрыли. Слово каждое ловили. Комплиментов просто шквал. В жизни столько не слыхал. Ты же вновь не удержался. Взял и с писарем подрался. Ну, щипнул за грудь тайком. Ты же в морду кулаком. Прыть умерил бы чуток. Так, глядишь, и был бы толк. Ангел. Покушение на честь. Не сумел я перенести. Ты подумай головой. Слух про нас бык шел какой. Демон вздыхая. Мне тебя уму учить, что покойника лечить. Потерпел бы, и от девки не сумели бы отличить. Ангел. Хватит умничать про хвост. Не тяни кота за хвост. Расскажи, как дело было, пока рыбка не уплыла. Садко. Вот послушай, сделай милость, что со мною приключилось. Я боярином рядился, на совет к ним заявился. Шапку лисью раздобыл, под рубаху подложил, для солидности подушки. А про бороду забыл. Вот переполоху было, я один босое рыло. А своих они везде признают по бороде. Тут меня опять узнали. Долго с воплями гоняли. Костерили так и сяк. Просчитался я дурак. Словом, был большой конфуз. Это я сейчас смеюсь. А тогда другим потеха. Мне же было не до смеха. Рассказчик. Ох, царевна хохотала, чуть живот не надорвала. И скажу вам беспрекрас. И понравился рассказ. Ну согласитесь, такие конфузы не могут не понравиться. Царевна. Только сильные душой так смеются над собой. За такую откровенность вот тебе подарок мой. Ты, как только расцветет, созывай честный народ. Колокольный звон на площадь всех их быстро соберет. А как спросят, что ты хочешь, то ты их и огорушь. Ты купцам скажи, что рад ставить голову в заклад. А они своих товаров пусть поставят целый склад. И поспорьте, что за день в вашем озере Ильмень словишь «поклянись им в том рыбу с золотым пером». Помяни мои слова. Клюнут, вымолвешь едва. А как выиграешь спор, им припомнишь уговор. Коль послушаешь меня, не потратишь время зря. На своих ладьях с товаром поплывешь ты за моря. Садко. Я про доброту твою песню не одну спою. Ты, царевна, помогаешь изменить судьбу мою. Рассказчик. Тут девица улыбнулась и на дно к себе вернулась. А Садко, что было сил, в спящий город поспешил. Времени прошло немало, и вокруг уже светало. Рассказчик. Всем хорош, славный город, великий Новгород. Богат засветил, всех приветил. Бояр там до купцов, что в кадушке огурцов. В войнах целая рать, прочих не засчитать. У мельцев разных, да девок красных. Мир, довольство да покой. Золото течет рекой. А заглянешь на базар, в раз найдешь любой товар. Музыкальная тема Новгорода. Извините, я, пожалуй, не найду музыкальную тему Новгорода. Надеюсь, вы меня за это простите. Встало солнце над землей. Ожил колокол немой. Да такой трезвон поднялся, что народ в момент сбежался. И, признаться, не поймут, что же происходит тут. Садко. Новгородцы, эй, народ, слышите, колокол зовет. Собирайся, старый млад, буду биться об заклад. Рассказчик. Тут бояре прибежали. Кое-как глаза продрали. Кто в пижаме, кто в халате. Спись забыли на палатях. Злятся на Садко безмерно. Плохо выспались, наверное. Первый боярин. Ты, ежа, тебе в сапог загреметь решил во строк? Второй боярин. Или поутру с похмелья головою занемок? Да-да, стройте свои теории, стройте. Садко. Эй, бояре да купцы, новгородские отцы, Ставьте на кон все добро. Злато, ткани, серебро, мед и жемчуг, лен и шерсть. Словом, весь товар, что есть. Обещаю, сей же день в нашем озере Ильмень Рыбу дивную добуду в золотистых перьях. Чудо! А добыть, коль не смогу, вы мне срубите башку. Первый боярин. Зря нарушил наш покой. Нету рыбы здесь такой. И за энтивы крутасы ты ответишь. Головой. Второй боярин. Любопытно посмотреть, как тогда он будет петь. Все смеются. Рассказчик. Приунул садко слегка, держит, мол, за дурака. Вдруг ему навстречу богатырь широкоплечий. Ладно, скроен, крепко сшит, молот на плече лежит. Взгляд решительный, суровый, ко всему, видать, готовый. Гусляру он поклонился. С предложением обратился кузнец. Всем ты, друг, садко, хорош. А в помощники возьмешь? Сам увидишь на досуге. Лучший я, кузнец, в округе. Руки хоть мои и в саже золотые, каждый скажет. Приложу врага в бою, в землю по уши вобью. Какой кузнец крутой, конечно. Хотя неудивительно, кузнец, садко. А подробнее, кто таков? Имя есть у кулаков. Мужик. Кузнец Кузьма. Баба. Хорош весьма. Мужик. Любит молотом махать, бицепс, трицепсом качать, шею с капустой покушать или в глаз кому-то дать. Баба. Смастерить тебе что хочешь. Подкует коня и вошь. И умелого такого в целом мире не найдешь. Садко. Как такому отказать? Не могу тебя не взять. Надо крепкую кольчугу мне к отплытию связать. Рассказчик. Расступается народ. Гляньте, кто сюда идет. Молодец, высок, истроен. По одежке ясно воин. Сероглаз, пригож собой. Плащ нарядный за спиной. Не спеша идет, вальяжно. Сразу видно, очень важный. Вышата. Экий прыткий отыскался. Прямо с кузницы примчался. А в дружине не ковать. Там придется воевать. Так что круче, чем вышата, вам вовек не отыскать. Садко. Кто ты будешь воин славный? Вроде выглядишь как главный. Баба. То вышата воевода. Он любимец у народа. Мужик. Всюду первый не совру. И в бою, и на Перу. Баба. Самый видный, самый шумный, самый смелый, остроумный. Мужик. В общем, знают все ребята. Самые-самые здесь вышата. Садко. Как такого не возьмешь? Ты со всех сторон хорош. И в пути не заскучаешь, и в беде не пропадешь. Рассказчик. За вышатой до кузьмой повалил народ гурьбой. Все желают быть в пределе. Все в дружину захотели. Даже Трифон, старый дед, побежал за ними вслед. За рукав Садко схватил, бойко так заговорил. Дед Трифон. Идь, ребята, молодцы, силачи да храбрецы. Так и быть, я тоже с вами. Садко удивленно. Ты ж вот-вот отдашь концы. Дед Трифон. Трифон может и старик, но умом еще не сник. Хоть туземный, хоть собачий, я пойму любой язык. Вот, гляди, отдам приказ. Сы дворовые тот час, как заправские танцоры, спляшет вам собачий вальс. Садко сквозь смех. Нам, видать, событий мало, только вальса не хватало. Я тебе поверю так, без танцующих собак. Все желающие в сборе, обещаю вам, что вскоре я с дружиною такой обойду весь шар земной, чтоб узнали за морями о стране моей родной. Но сейчас мне, мужики, сеть нужна и рыбаки. Вы же время не теряете и команду собираете. Тех, кто ловок оселен и умом не обделен. Ну, а я без лишних слов добывать пошел улов. Рассказчик. Лодку взял садко до сети и отчалил на рассвете. Разгулялся жаркий день. Дремлет озеро Ильмень. Как наш спорщик не старался, только в сеть к нему попался лишь обглоданный карась. Да, костлявый серый язь. Уж давно прошел обед, а волшебной рыбы нет. И опять услышал он тихий шепот с двух сторон демон. Ох, сдается этот спор, приведет нас под топор. Ангел. Прочь сомнения, не робей, верь церевне, будь смелей. Рассказчик. Вот и вечер наступил. Наш садко уже бесил. Весь улов колючий ерш даже в руки не возьмешь. А бояре да купцы веселятся подлецы. Видят, что они проиграли. Палача уже позвали. Вновь закинул сеть садко глубоко и далеко. Сеть пришла с озерной тины. Скис гусляр, как молоко. Он опять кидает сеть. Тащит, чтобы посмотреть. Два пучка морской капусты. Снова рыбы нету. Пусто. И в отчаянии герой наклонился над водой. Садко. Это мой последний шанс. Не поймаю в этот раз. Точно быть мне без башки. Эй, царевна, помоги. Рассказчик. В третий раз он сеть кидает. Стойте. Что же в ней сияет? Рыба. Правда. Золотая. Словно солнцем налетая. В целом мире нету слов описать такой улов. Люди рыбу увидали, зашумели, закричали. Баба. Мать честная. Мужик. Так и знал. Баба. Молодец. Поймал, поймал. Садко. Есть. Попалась чудо-рыба. Ну, царевна, вот спасибо. Вы, купцы, что, онемели? Ах, не ждали? В самом деле? Рыбу я сумел добыть. Вам теперь про спор платить. Отбирайте-ка амбары и сюда ко мне с товаром. Эй, дружина, славный люд, нас заботы с вами ждут. Снаряжайте корабли и айда вокруг земли. Садко играет веселую плясовую. Началось такое тут. Все ликуют и поют. Рыбу, лодку и садко вверх бросают высоко. Бедная рыба. Бедная лодка. Для рыбы стресс. Лодка. Поднять надо. Еще как бы поймать надо. Ну, садко, так и говорится, еще все более-менее. Он, если и шлепнется, то отобьет себе что-нибудь. Но если на него лодку упадет... Ладно, не будем фантазировать о печальных исходах событий. В любом случае, садко выполнит свою миссию. И прославит, да, не только себя, но и родные края. Взрослый люд и детвора Прославляют гусляра. Прежде чем за море плыть, Он велел скалы накрыть. Сколько нового город стоял, Круче пира не видал. Там уха, а здесь икра. Тут шашлык из осетра. Вот блины и каравай. Налетай, да не зевай. Пиво, мед текут рекой. Кто не пьяный, тот хмельной. День разгул, второй загул. После, где сидел, уснул. Ну, как-то так оно обычно и происходит. А наутро шесть в кабак. Квасу выпил на пятак. Да занюхал рукавом. И работать марш бегом. Что ж, умел народ гулять. Но умел им меру знать. Дружно все взялись за дело. И работа закипела. Молот в кузнице гремит. Плотник от опор стучит. Просадка чихи ткут. И дружина тут как тут. Время, зная себе, идет. Наконец построен флот. Хлопотал садку недаром. Загрузил ладьи топаром. И поплыли торговать. Людям счастье добывать. Заодно престиж российский. За морями подымать. Чтоб не звали нас невеже. Дикою страной медвежьей. Согласна. В общем, как бы... Да, в этот раз просто без безумных теорий. Потому что, ну, какие к черту безумные теории. Это просто... Это настолько весело читать. Настолько увлекательно читать. Что, ну, понятное дело, что все закончится хорошо. Садко достигнет своих целей. Все узнают о родине. Ну, и, возможно, она еще на царевне в итоге женится. Или спасет ее. В общем, не суть важна, что там произойдет дальше. Сама подача просто... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ну, да, как бы я чуток успокоилась, буквально совсем чуть-чуть. Ну, в общем, да, ссылка будет в описании. Просто советую, люди, почитайте, это реально настолько увлекательно, настолько круто, настолько просто с таким позитивом, что, ну, оно того стоит. Оно того стоит. Прямо, да, стоит. Ну, в общем, да, если вам понравилось данное видео, ставьте палец вверх. И не забудьте подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый обзор, который выходит каждую неделю. Повторяю в один из последних разов, потому что, ну, мало ли, видео будут выходить, вот, завтра можно сказать, последний раз. Ну, если не считать еще трансляцию 19-го числа, но это будет 19-го числа. А потом я ухожу в такой своеобразный отпуск. Но я уже поставила скидки на озвученный и платный текст, что у меня есть на лид-маркете, так что вы можете или погулять по моему каналу Ютубу, посмотреть разные видео, ну, или пойти купить, не знаю, книжки. Ну, или озвучку. В зависимости от. Ну, а это уже был девятый, не рассказ, в данном случае стихи, но прям очень зажигательные. Вот советую, серьезно, переходите, внесу по ссылке, получите море удовольствия. Ну, не знаю, я, по крайней мере, получила. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Сам издат», это еще не значит, что она плохо написана. «Сам издат» Василия А.